С доставкой на дом. Почта России включена в реестр поставщиков социальных услуг в сентябре текущего года. О новых должностных обязанностях почтальонов и о том, насколько данные услуги востребованы в Нарьинмаре, расскажет Александра Литкова. Если раньше рабочий день почтальона начинался с разбора и сортировки газет, писем и журналов, то сейчас в его обязанности входит и доставка продуктов на дом, заполнение квитанции, а также ряд других социальных услуг. То, что мы сегодня можем предоставлять социальные услуги, это очень удобно как населению, так и особенно пенсионерам. Также мы тесно сотрудничаем с такими социальными органами, как медики. Это благодаря нам может помочь следить за здоровьем пенсионеров. И мы предоставляем на дом продукты. Кроме продуктов питания, заказать на дом можно и товары первой необходимости. Почтальон заполняет бланк, собирает всё необходимое в отделении и отправляется к клиенту. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Серафима Никифоровна. Серафима Никифоровна встречает почтальона и сверяет принесённые продукты со своим списком, а также получает чеки и корреспонденцию. Пенсионерка признаётся, несмотря на то, что отделение почты находится рядом с домом, всё-таки удобнее, когда можно всё необходимое заказать на дом. Девочки знакомые, я позвоню им, чтобы мне принесли что-то, перечень продуктов, например, нужно мне, они там наберут набор и принесут. Кроме того, они носят нам газеты, пенсию приносят, корреспонденцию разную, даже журналы можно купить, конверты купить. В общем, это всё очень даже приближает услуги к нам, пенсионерам, которые болеют. Вот, например, я болею и хожу кое-как с палочкой. И для меня это очень приятно, когда приходят и заботятся о нас, престарелых людях. Серафима Никифоровна сама более 40 лет отработала в почтовом отделении. Говорит, труд работников сильно изменился. Ну, раньше, конечно, труд был сложнее, тяжелее, ручной труд был, и нагрузка была очень большая. Люди выписывали очень много газет, разнообразие было, подписки журналов много выписывали, очень много открыток посылали. И приходило к нам много открыток посылок очень много, особенно летний период. Фруктов много люди посылали и получали здесь. Желающих получать социальную помощь от сотрудников почты на сегодняшний день только растет. Ведь услуга по доставке бесплатная. Клиент платит только за товар. Когда начало месяца, пенсии, пособие социальные, выплаты различные. Здесь просто у нас очередь сначала за пенсии, потом сюда в кассу, потому что всем надо. Когда-то почтальонам звонят на личные номера, бывает, на рабочий номер звонят. Заказывают просто. Почтальонам ходят со ценным списком, они тут ходят и собирают товар. Я сама работаю с почтальонами, я с этим очень хорошо знаком. Для получения услуг на дому клиент должен иметь основания, письменно подтвержденные в отделении соцзащиты. Почта России является партнером государства в предоставлении социальных услуг. Сотрудники почты и почтальоны всегда пользовались доверием и авторитетом у жителей Заполярья. Особенно это касается маленьких населенных пунктов, где каждый житель знает своего почтальона и рад поделиться своей радостью или печалью. Особенно это касается, например, здоровья. И это очень хорошо, что Почта России сегодня включена в реестр поставщиков социальных услуг. Сегодня у нас есть такая возможность давать наши услуги жителям Заполярья, нашим пенсионерам. Почту России в реестр поставщиков социальных услуг включили в сентябре этого года. Это еще один шаг к повышению качества и совершенствованию системы социальной защиты населения. Граждане могут сами выбирать поставщика социальных услуг, и это не обязательно будет Почта России. Но уж так сложилось, что сотрудники почты всегда пользовались доверием и авторитетом среди жителей Заполярья. Ну и почтальон, как человек, который приносит пенсию, теперь сможет и малобобильным группам нашего населения принести продукты, лекарства, что и облегчит нашему населению жизнь в тяжелых климатических условиях. Поэтому я считаю, это событие важным в нашем округе. Заказать необходимые услуги можно непосредственно в почтовом отделении или по телефону.